друзья всем привет всем доброго утра вы не представляете сегодня суббота вот 7 720 не мы с вами стали ровно в семь представляете в субботу стали ровно в семь потому что у нас наша полиночка сегодня едет в ригу на соревнования по танцам и нам нужно ее собрать нам нужно сделать то нам нужно сделать это нужно сделать самого утра анастасия сергеевна готовит нам всем завтрак это нормально будет а кто угадал что это будет это будет вафель дан кофеек уже сделан раз кофеек второй кофеечек так что мы сейчас будем будем бодры выпьем по чашечке кофе и будет все окей первая первая вафелька готова опа 1 вкус не меняется главное потом посыпать вот такой вот пудрочкой это будет очень так на свой танцующий окна на сетку считала ну ладно несём чайок и давай завтра когда здесь у нас уже собранные вещи для полина это нужно просто все сложить в рюкзачок девочка ходит бегает здесь наверно хочет гулять скоро пойдем гулять то скоро пойдем паренечка уже по и покушала уже готова сейчас насюша ей будет делать макияж уже она должна быть с макияжем и прическу так для макияжа нам понадобится вот такой вот спонж нет я не я не буду говорить последовательность я говорю просто говорю что лежит здесь на столе вот такой вот спонжик видите такой мягкий так потом нам понадобится вот такой вот я не знаю countries фирма countries это кажется под глазки мазать будем тени а это блеск для губ это и в нас тени девочки потом вот это у нас там на лачка это я знаю это у нас что это дочь увлажнялка это у нас это самое скулы делать это у нас тоже какая-то ну тени там делать что такое это у нас кремчик так у нас тоже вот палеточка с разными цветами потом у нас здесь а вот это точно танта тоналка тонал не крем который замазывает это стрелочки будем делать тушь это у нас кисть для того чтобы все это растушевывать это у нас тоже морские стрелочки тени делать это кара карандашик его здесь разные тоже разные кисти чтобы сделать красоту ну что погнали опа то что у нас резиночки новые вот честно я вот такие вот сборы люблю люблю потому что мне на по напоминает детство потому что ну как детство ну что у нас занималась бальными танцами моника занималась бальными танцами елена и мне нравится вот эти все сбор сборы это делать прическу там делать макияж это так было интересно и когда вот допустим я с моникой смеленно ездил на соревнования то я перед соревнованиями им всегда делал прическу родители были конечно все шоке потому что всем прически сделали мамы и я делался с моим девочкам прически и очень кстати красиво но здесь шили костюмы да так полина не показала но уже после пока что мы там все выстирали нагладили и сложили аккуратненько почему например такая прическа макияж в принципе это потому что у всех правила у них команда выступает это международные кажется соревнования ну точно ли 2 должно быть ну по крайней мере я так но там много будет команд до лады реал ну да потом по по своей возрастной категории и то есть у нас четкие инструкция тренера может быть макияж да у нас четкие инструкции какая должна быть причем поэтому косички заранее с вечерами лена есть максим потише не тратить на это утром время то есть все четко с собой сделать тише зайка с собой четкие инструкции что нужно взять как ты можешь полин одну резинку на сам хвост или две для надежности две лучше будет крепче будет например косметичка лак для волос чтобы там все подправить макияж поправить вот прикольно реально собой тренировочная форма денежки на покушать короче инструктаж полнейший там судьи прикольные будут ну короче полина немного конечно волнуется без этого не так еще в такое путешествие типа не ехала только на экскурсия в школе и то на другую они ехали на экскурсию а я не я не помню ну в ригу она без нас есть впервые реально так что пожелаем полиночке удачи чтобы она приехала с настроением отличным отличным настроением ну да что ты боишься это просто водичка молодец это у личка мы увлажнили и теперь мы берем крем и будем чуть-чуть чуть-чуть много не надо это чтоб макияж красивый какая красота получается такие барашки должны обязательно обладеть какая красота первый раз такое мы делаем молодец поля вообще в шоке да дочь так ну что сейчас мы начинаем красить полиночки глазки полиночка вам вообще в шоке что с ней происходит потому что макияж у нее такой первый раз да дочь красота посмотрите офигеть реснички полиночка сама делает потому что так более удобно дополнить ну покажись покажись но красотка вообще реально так место встречи где их будет ждать автобусы таламский район около 300 сейчас вот мы подъезжаем и смотрим где у нас здесь кто тусит уже вот видишь а вот там уже кажется тусят опа да тусят уже что он еще посмотрим где-то здесь но около 300 вот я думаю что вы здесь наводите тоже стоят и ждут опа так ну что вот наш автобус девочки все сели также пожелаю им у удачи пускай приезжают с первыми местами так приехал домой и по планах по плану у нас сегодня было поехать на дачу поработать но пошел такой мелкий дождь на улице полный всего лишь четыре градуса это подумалось но мы с нас уже подумали что на дачу все вместе не поедем если я хочу поработать это поеду поработать два-три часика и потом приеду пока на даче был нас уже займется домом там приви приберется берется вот и взял с собой на помощь евочку его да да будешь сегодня мне помогать так что едем друзья на дачу ну что мы приехали помните вы сюда приезжали просто ну когда мы сюда приезжали здесь было много-много снега сейчас смотрите все очень так вот без снега травка еще травка еще не растет скоро весна будет и будет расти так я вообще в планах было до нового года закончить с куст с кустами которые находятся с той стороны улице ну на улице вот и поэтому блин не успеваем по плану снастюша все это сделать и поэтому сегодня нужно убрать кусты хотя бы не знаю 1 2 вот как у меня хватит терпения потому что эти кусты убираются очень тяжело это черная арония никогда никогда не сажайте это вдоль по периметру черную аронию у нее такие такие корни противные просто жестью убирать очень тяжело это просто пиздец сейчас я уже полчаса ну не полчаса но минут двадцать запах подкопал у него корни вот так вот так вот так и еще вглубь идет это кажется его полностью не вытащить все сначала по палочке его отрубаю это просто пиздец все равно я знаю так в это в Опа. 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 Так мы и мучаемся. Я молодец. Планировал сделать один куст. Но сделал три куста. Я уже все програбил. Все уже убрал. Ветки отнес в лес. Так что красота. Осталось у нас раз, два, три, четыре куста. Если по идее взять, на один день приехать, то можно и за раз все убрать. Хотя Ева бесит. Нужно быстрее все сделать. И здесь будем делать, друзья, новый забор. Все это время от меня Ева не отходила. Она следила за процессом. Ева следила за процессом. Ну, довольна? Поедем домой? Посмотрите, как мне повезло с погодой. Собрался ехать домой. И дождь пошел. А так, когда я эти кусты убирал, то был, то, знаешь, такой мелкий-мелкий дождик. То шел, то нет. А сейчас и дождик пошел, и ветер что-то стал. Так что, с погодой мне повезло. Опа, поехали домой. Я приехал домой, меня на сушу встречают. Слушай, надо купить фольгу. Да. Здесь фольги, это чуть-чуть. Молодцы. Поповыряешь? Да, конечно, поповыряешь. Нужно купить фольгу. Пожалуйста. И копьёк мне осталось. Приехали, да? Давай, руки повыли. Выбезла? Молодец. Подожди-ка, у меня здесь какая-то копеечка была. Так, бабушки, мы должны поискать такие пакеты для пылесоса. Она сказала, что у нее они заканчиваются. Как? Вот так вот, танцевать позже. Какую Настя лучше? Ну, у нас дома Веледа, ту и не знаю. А потом, может, здесь взять, вот так вот, по колокольчику. Да, цена у них примерно одинаковая. У меня есть колочки. У меня есть колочки. У меня есть колочки. У меня есть колочки. У меня все мне сохранили. Ну, какая вам больше нравится? Там где все. Подержи, в одной руке и в другой руке. Такая, нет, хорошо. Ну, какая цена лучше? Ну, какая цена лучше? Бабушки, не будет сложно раскручивать вот туда-сюда ее? Чем проще, тем будет. Да, чем проще, тем будет. Тогда красная. А то не сможет она ее там вкрутить, закрутить. Не за 27. Не, тогда уже за 30. Мы еще взяли вот такое ведро. Ой, извините. Я вам расскажу. У нас было такое черное. Ты понесешь. И мы его как-то брали года два или в том году, год назад. Нам некуда такие поставить. Для белья. Короче, рассказываю. Для белья. Ладно, идите. Я буду рассказывать. Для белья грязного. И вот такое ведро мы брали для елки, если вы помните. Помните, как-то была елка. Мы взяли, помнишь такое металлическое ведро? Оно начало протекать. Нет, мы это силиконовая купили. Да. Черный или не силиконовая. Ну, как оно материал такое. И потом, когда елку убрали, это ведро осталось. Куда мы идем? За пыльком. А. И я в него начала в ванне складывать метода корзина для белья. Что-то испортилось. И я взяла это ведро. И так я эти полтора года уже, или год, сколько-то, или два уже, я уже запутался. Туда в ванне грязное белье и складывала. И мне так понравился этот размер. Понимаете? Чисто на одну стирочку. Но почему-то у нас то ведро лопнуло, не знаешь? Почему? Оно было изначально уже такое чуть-чуть. И мы просто бельем его расширили. А, да? Мне просто интересно, почему оно взяло? Не знаю. Может он туда сел? Может он туда сел? Может он туда сел? И оно как будто маленькое для грязного белья. Но я туда чаще стираю. Я вижу, оно наполнилось. И сразу стираю. Я не люблю эти корзины большие для грязного белья. Потому что, во-первых, их некуда поставить у нас дома. Их некуда поставить. Я снимаю вообще? Да, да, ты снимаешь. Его некуда поставить, эту корзину. И она тогда будет копиться, 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 копиться. А маленькая. Это лайфхак, понимаете? Чтобы не копить стирку. Я стираю каждый день. А то и две стирки, а то и три стирки. Если я там начинаю штуру перестировать, постельное белье. Сейчас я договорю и так взбиваюсь с вами. Вот. А так мне очень удобно. Такая маленькая. Возле прям машинки стоит. Я вижу, она полная. Я взяла, стираю. Все. Вот. Ой. Короче. А, и черного не было. Был только белый. Почему белый не подойдет? Белый тоже подойдет. Правда, Максимка? Да? Да. К белой стиралке, к машинке, Максим говорит, подойдет. А это что ты нахулиганил? У него печатка была в кармане. И он здесь на какой-то... Что это? Плита? Или что? Что? Не поняла. Что там? Печатки он ставит. А? Так. Папа с бабушкой у нас тут. Выбирают ей для пылесоса мешки. Выбрали? Такой же нет. Нужно позвать. А вот мужчина есть. Консультант у него. Можно спросить. Угу. Купили все, что нужно, но теперь бабушка захотела наше в ресторан. Сказала, что поехали в Хэсбургер. А мы такие, ну поехали. Угу. 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 Бабушка мне говорила, говорит, что хочет очень в этот магазин. Элви. Там трехслойная туалетная бумага. Очень дешевая. И поэтому мы с Настюшей никогда не были в этом магазине. Я сама не. Он находится у нас напротив пожарной части. И мы сейчас с бабушкой пойдем. Она очень хотела. Вот. Вот. Трехслойная. Евро пятьдесят девять. Сказала, что бабушка завершила. Трехслойная. Вот нашли. Она сказала, что такое нигде нет. Она тебя ждет. Картошка была по двадцать центов. Но ее больше нету. Добой. Пойдемте дальше посмотрим. Ничего. Ну что, вот здесь вот такая вот у нас расценочка. Смотрите, майонез евро сорок пять. Хотя сегодня я купил его за евро двадцать девять в другом магазине. Мне кажется, везде ценности свои одинаковые. Есть минусы, есть плюсы. Зато посмотреть можно. Вот. Сыр очки Карус был, да. По двадцать пять центов. Это было очень дешево. И сегодня нет. Понимаете? Если гулять, ходить по магазинам и высматривать все, что дешевое брать, там что-то взять, там что-то взять, то можно, конечно, очень сильно сэкономить и экономить. Да, в корзинке, да. Здесь в магазине можно взять кофе, кстати, разного вида. Видите? раз с молоком, лотель, капучино, горячую воду. Короче, чай можно даже сделать. Бесплатно? Нет. Это платно. Здесь ничего бесплатного нет, сынок. Кстати, кофе стоит евро девятнадцать. После этого замечательного магазина Элви мы приехали домой. в этом оставили четыре шестьдесят два. Купили вот такие вот йогуртики. Йогурт армусли. Потом купили йогуртик вот такой вот. Ржаватым плумем. Йогурт. А, май здесь йогурт. Это хлебный йогурт с этими самыми плумями. Плуми это сливы. Да. Максимка взял себе желешки две. Полиночки взял желешки вот такие вот. Джунгли поп. Я сейчас не понял. Так, ты будешь кушать уже? Да? Я тоже буду. Я тоже себе взял вот такую вот большую желешку. Пиршу. Вишневое желе. Ох, сплят. Отдай. Вот так вот. Чтобы я вспомнила вообще, что Кирюша последнее снимал. Я реально не помню. Вечер у нас прошел. Знаете как? Спокойно. В ожидании Полины. По информации от Поли. Конечно, те, кто смотрит мой инстаграм, они уже все узнали. Поэтому подписывайтесь, чтобы быстрее быть в курсе. Выступили девчонки. Здорово. Мы посмотрели выступление. Нам тренер все скинуло. Это было великолепно. Они такие умнички. Вообще. Я балдела. Я смотрела. У меня прям до дрожи, до мурашек. У меня слезы на глазах. Но я такая впечатлительная в этом плане. Потому что такая энергия. Знаете, когда дети все вместе так синхронно. Они стараются. Очень шли к этому долго. И эту энергетику, конечно, ты ловишь. В итоге они заняли третье место. И это очень круто. Это невероятный результат. Это их первое соревнование. Танец. Ну, это же новая группа. Когда Полина пошла, это собралась новая группа. Поэтому это очень-очень круто. Они счастливы. Они рады. Они наснимались. Нафоткались. Мы все это посмотрели. Блин, кайф, конечно. Сейчас немного позже. Они приедут. Не знаю, может какой-то часик. Полтора. Ну, короче, в одиннадцать. Может позже. Может чуть раньше. Там уже смотря будут останавливаться в Салдусе или нет. И я поеду встречу. Очень хорошо, что у каждого ребеночка по районам развезут. И я здесь на остановке ее встречу. Поеду. Здорово. Мне так хочется все порасспрашивать. Чтобы она рассказала, поделилась своими эмоциями, впечатлениями. Ну, мы созванивались, конечно, исписывались. Она безумно рада. Она писала, представляете, у меня у нас третье место. Короче, классно. Все. У меня, в принципе... Ну, вы Полинку уже завтра увидите. Я не буду сегодня снимать. Макса уложила. Ему так непривычно было. Знаешь, в комнате вдвоем ложатся спать. Как бы... Где Полина? А где Полина? Все. Спасибо, что провели с нами этот день. Этот влог посмотрели. Пишите комментарии. Ставьте ваши реакции. Увидимся с вами завтра.